В 1914 году почти всем жителям Европы было ясно, что большая война вот-вот начнётся. Нужен был лишь формальный повод для её начала. Это как в семейных отношениях. Если жена очень хочет поссориться, она легко найдёт, к чему придолбаться. Так вот, в Европе этой женой была Германия. Уж очень она хотела повоевать, аж руки чесались. Столько нового оружия к тому времени учёные изобрели, а проверить его в деле не на ком. И тут летом, 28 июня, в столице Боснии и Герцеговины Сараева, входившей в состав Австро-Венгрии, был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Его убийца Гаврила Принцип был сербским националистом. Поэтому австро-венгерские власти обвинили Сербию в террористическом акте. С согласия Германии они предъявили Сербии ультиматум, требования которого ущемляли независимость страны. Сербы согласились почти со всеми требованиями. Почти, но не со всеми. Но для Австро-Венгрии этого было достаточно, чтобы 28 июля, ровно через месяц после убийства Франца Фердинанда, объявить войну Сербии. Уже на следующий день Россия объявила частичную, а затем и всеобщую мобилизацию, чтобы помочь сербам. Тогда Германия 1 августа объявила войну России, а 3 августа – Франции. Чего уж там мелочиться, воевать так против всех сразу. После вторжения германских войск в нейтральную Бельгию 4 августа в войну вступила Великобритания. Италия объявила о нейтралитете, США тоже морозились. На стороне Сербии выступила Черногория. С целью захвата германских владений в Китае и на Тихом океане Япония объявила войну Германии. Германия вовлекла войну на своей стороне Турцию, а впоследствии и Болгарию. Так началась Первая мировая война. Уже в первые месяцы войны военные действия развернулись на нескольких фронтах в Европе, затем в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, на Тихом океане. Война разрасталась, охватывая всё больше территорий и вовлекая всё новых участников. Подведём итог. Если бы тот Гаврила не убил эрцгерцога, война бы всё равно началась. Германии нужен был повод, чтобы развязать войну, и она бы его нашла по-любому. Кстати, Гаврилку приговорили к 20 годам каторги. Там он и умер от туберкулёза. Принято считать, что когда великие державы вступали в войну, то они в первую очередь думали о том, чтобы при победе отжать побольше территорий противника. Франция хотела вернуть свои земли, которые она уступила немцам после франко-прусской войны. Ну и что-то ещё прихватить, если получится. Великобритания планировала разбить набиравшую мощь Германию, чтобы самой главенствовать в Европе. Австро-Венгрия рассчитывала покончить с Сербией и захватить земли западной части Российской империи. Но наиболее грандиозные планы были у Германии. Они хотели не только разгромить Францию и Великобританию и отжать себе их колонии, но и захватить значительную часть территории Российской империи. В свою очередь Россия считала важным обеспечить контроль над Черноморскими проливами, Босфор и Дарданеллы, а также присоединить территории со славянским населением. К войне с Францией Германия готовилась давно. Германский план предусматривал вторжение во Францию через Бельгию в обход оборонительных укреплений и основных сил Франции. Этот план молниеносной войны был разработан генералом Шлиффеном ещё в 1905 году. Как размышлял Шлиффен. «Россия будет слабой и не сможет создать серьёзную угрозу Германии на Востоке. А Англия ещё не успеет оказать активной поддержки Франции». Начальник генерального штаба Мёльтке планировал одержать победу до осени, то есть до того, как Россия будет готова к войне на Восточном фронте. Однако продвижение германских войск через Бельгию, которое началось 4 августа, неожиданно натолкнулось на сопротивление бельгийской армии. К 17 августа незаметно для немцев английские войска успели высадиться во Франции. И всё же германские войска 24 августа перешли франко-бельгийскую границу и устремились к Парижу. Французское правительство спешно эвакуировалось подальше – в город Бордо. Очень своевременным было наступление русской армии на Восточную Пруссию и в южном направлении против австро-венгерских войск. Это отвлекло часть сил Германии от Западного фронта. Французы успели собрать силы для контрнаступления. В сентябре развернулась масштабная битва на реке Марни. Германские войска отступили под давлением французов и англичан. Угроза Парижу была ликвидирована. Противники пытались обойти друг друга с фланга, но уперлись в Северное море. И фронт растянулся на 475 км от Северного моря до Швейцарской границы. Теперь война приобрела позиционный характер. План Шлиффена провалился. Германия оказалась перед необходимостью ведения длительной войны на два фронта. А вот этого она очень хотела избежать, потому что понимала, что сил не хватит. А ведь ещё были колонии в Африке и на Тихом океане. На Восточном фронте велись тяжёлые бои с переменным успехом. То одни побеждали, то другие. К концу года на Востоке также установился позиционный фронт. В октябре Турция закрыла свои проливы для судов Антанты. А затем турецкие корабли открыли огонь по южно-российским портам. Вот так Турция ввязалась войну. Попытки турецких войск в декабре перейти в наступление в Закавказье были пресечены русской армией. Образовался Кавказский фронт. На море господствовал английский флот. Англичане контролировали Северное море, обеспечивая блокаду германского флота, который был заперт в портах. Итак, главным итогом начала войны стал срыв германского плана Шлиффена, то есть молниеносного разгрома Франции. Ему помешали Англия и Россия, которые очень оперативно подключились к войне. Теперь солдаты с обеих сторон сидели в окопах, потому что не были готовы к атакам. А линии фронтов протянулись на сотни километров. В 1915 году Германия и Австро-Венгрия поставили главную стратегическую задачу – нанести поражение России и вывести её из войны. В ходе военных действий русские войска были вытеснены из Польши, Галиции, части Прибалтики и Белоруссии. Но осенью Восточный фронт вновь стабилизировался. Война приобрела затяжной характер. Германия, стремясь любыми средствами добиться перелома, начала применять новое оружие – подводные лодки. Немцы топили всех подряд – и военные корабли, и торговые, и пассажирские. И вот такие победы имели обратный эффект. В мае 1915 года немцы затопили океанский пассажирский лайнер «Лузитания», на котором было много американцев. Но и тогда США и другие нейтральные страны возмутились. «Эй, вы! Вы что, совсем берега потеряли? Топить пассажирские торговые корабли? Мы тут деньги зарабатываем, а вы нас топите!» США потребовали от Германии прекратить подводную войну. Германия согласилась, потому что понимала, что если ещё и США объявят им войну, тогда будет совсем печалька. Но в Европе Германия нарушала все правила войны. Тогда же она забила на Гаагскую конвенцию, которая запрещала применять химическое оружие и применила газ в районе города Ипр. Этот газ позднее получит название Иприт. Те страны, которые ещё не вступили в войну, могли выбирать, к кому присоединиться и торговаться. А Италия вообще переобулась. В апреле 15-го года она присоединилась к Антанте, потому что ей после общей победы пообещали земли на Балканах. Однако от итальянских войск особого толку не было, как с козла молока. Германия сагитировала Болгарию, пообещав ей часть территорий Сербии и Греции. Таким образом был сформирован четверной союз в составе Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции. Пока в Европе солдаты сидели в окопах, активные военные действия шли в Африке. Там англичане вместе с французами разбили германские войска и захватили немецкие колонии. Война приобретала все большие масштабы и продолжала распространяться на новые территории. Итогом 15-го года стал срыв германских планов. Переломить ситуацию на Восточном фронте и добиться успехов в морской войне с Великобританией Германии не удалось. После поражения 15-го года Россия, по мнению германских генералов, стала неспособна к войне. В Берлине решили дать решающий бой Франции. Почти весь 16-й год с февраля по декабрь продолжалось масштабное сражение у Вердена. Через Верден шёл путь на Париж. Французы выполнили приказ своего главнокомандующего – стоять насмерть. В Верденской мясорубке общие потери составили свыше одного миллиона человек. Пытаясь ослабить давление немцев на Верден, французы и англичане хотели прорвать оборону противника на реке Сомма. Битва на Сомме продолжалась всю осень. Здесь впервые англичане применили танки. Эти огромные железные монстры оказали невероятное психологическое воздействие на немецких солдат. Те в ужасе убегали. Но глобально ситуация не изменилась. Успешным было наступление русских войск летом на Восточном фронте. Армия генерала Брусилова прорвала фронт в Галиции. Брусиловский прорыв, хотя и не привёл к военному разгрому Австро-Венгрии, но помог англо-французским войскам устоять под Верденом и на Сомме. В августе под влиянием успеха Брусилова в Галиции к Антанте присоединилась Румыния. Ей тоже пообещали земли после победы. Однако румынские войска были сразу разбиты австро-венгерскими частями. На румынский фронт пришлось бросить русские войска. Тем временем Германия потеряла все свои колонии в Африке и на Тихом океане. К концу года Германия и её союзники утратили стратегическую инициативу. Германия продолжала тяжёлую войну на два фронта. Неудачи побудили её принять отчаянное решение – вновь перейти к подводной войне против любых судов. Как и ожидалось, подобное хулиганство привело к тому, что Германия получила ещё одного врага – могущественного. В апреле 1917 года США объявили ей войну. Доигрались немцы. В Турции после начала войны начались репрессии против национальных меньшинств. Особенно пострадали армяне. Их массово переселяли и уничтожали. Полтора миллиона человек были убиты. В дальнейшем такие действия получили название «геноцид». Геноцид – это действие, совершаемое с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Как изменилась жизнь в воюющих странах? Государства начали затягивать гайки, выжимая из людей всё, что можно, под красивыми лозунгами «всё для Родины, всё для победы». Был усилен контроль над производством, потреблением, над всем. Права людей резко ограничивались или отменялись согласно законам военного времени. Был удлинён рабочий день до 12 часов и более. Ухудшились условия жизни для обычных людей. При этом прибыли корпораций росли. Доходы спекулянтов и коррупционеров тоже. И такое было везде. В самом начале войны население с пониманием относилось к новым реалиям и потребностям государства. Но война не заканчивалась. Она тянулась, тянулась. И не было видно света в конце туннеля. Недовольство людей росло. В странах вводили карточные системы распределения продуктов. Потому что еды на всех не хватало. Люди голодали. 1917 год стал переломным. Во всех странах Антанты и Четверного Союза люди выходили на улицы, устраивали забастовки, антивоенные выступления. Война всех уже достала. И солдат тоже. Многие дезертировали. В 17-м году кроме внешней войны в России были и внутренние проблемы. В феврале царь Николай II отрёкся от престола, и власть перешла к Временному правительству. И вот дальнейшую войну продолжало уже оно. Понятно, что все участники войны заволновались. Ведь не знали, какую позицию примет новая власть. Временное правительство осталось верным своим союзникам. Но в октябре уже и Временное правительство было свергнуто леворадикальными социалистами во главе с партией большевиков. Власть перешла к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Главой правительства стал лидер большевиков Владимир Ленин. И вот он сразу обратился к воюющим странам с предложением немедленно заключить мир. Его призыв не был услышан. Российская армия после революции была деморализована. Советская власть понимала, что в таких условиях нужно скорее заключать мир со всеми, чтобы прекратить эту войну. И после длительных переговоров 3 марта 1918 года советское правительство подписало грабительский для себя Брестский мирный договор. По нему к Германии отходили обширные территории России. Плюс к этому нужно было ещё выплачивать громадную контрибуцию. В Европе понимали, что с большевиками будет много проблем. Они откажутся от всех долгов царской власти и Временного правительства. А затем начнут пропагандировать по всему миру свой коммунизм. Поэтому страны-антанты хотели помочь свергнуть большевистскую власть. Таким образом в России началась гражданская война между белыми и красными. Белые – это сторонники прежней царской власти. А красные – это большевики. В 2017 году войска-антанты готовились к решающим сражениям. В апреле началась операция французских войск под руководством генерала Робера Нивеля. В бой бросили более ста дивизий, артиллерию, танки, самолёты. Однако прорвать немецкий фронт не удалось. Бойня Нивеля – такое название получила это неудачное наступление. Общие потери убитыми и ранеными составили 500 тысяч человек. В целом военная кампания 1917 года показала всю бессмысленность ожесточённых военных действий на Западном фронте. Чтобы продвинуться на несколько километров, приходилось терять сотни тысяч солдат и офицеров. В итоге переломить ситуацию в 1917 году Антанте так и не удалось. Последний стратегический план войны, который разработали немцы, был такой же амбициозный, как и план Шлиффена. Немцы хотели разъединить войска англичан и французов на две части, затем оттеснить английские войска к Ла-Маншу и сбросить их в море. После этого нанести поражение уже основной группе войск. И вот весной и летом началась реализация этого плана – последнего германского наступления. На большее силу немцев не было – или победим сейчас, или это конец. А войска Антанты начали контрнаступление на Марне, и в августе под Амьеном нанесли поражение германским армиям. Это было решающее сражение. Потери Германии составили 800 тысяч человек. Вскоре выбыли из войны союзники Германии. Болгария и Турция подписали перемирие. В октябре Германия обратилась к президенту США Вудро Вильсону с просьбой о подписании перемирия. Ещё в январе США разработали программу мира, состоящую из 14 пунктов. Тогда немцы её отвергли. Сейчас же просили подписать её. В это время в Германии началась революция. Монархия была свергнута. Кайзер Вильгельм II бежал из страны. С ноября Германия стала республикой. Австро-Венгрия тоже не ушла от раздачи, и там началась революция. Так что к концу года никакой Австро-Венгрии уже не было. Была Австрия, Венгрия и другие страны. На развалинах Австро-Венгерской империи образовались Чехословацкая республика. Чехия и Словакия решили объединиться. И Королевство сербов, хорватов и словенцев. Впоследствии – Королевство Югославия. Ускорился распад Османской империи. В Турции началась революция. 11 ноября 1918 года представители нового республиканского правительства Германии подписали капитуляцию. Советское правительство сразу аннулировало тот грабительский Брестский мирный договор. После окончания Первой мировой войны мир изменился. Распались Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская империи. Во многих странах произошли революции, образовались новые государства. Первая мировая война оказалась самой кровавой и разрушительной войной за всю предыдущую историю человечества. В неё были вовлечены 33 государства. В боях погибло свыше 10 миллионов человек. Тысячи городов и селений были превращены в развалины. Разрушены дороги, мосты. Миллионы людей лишились имущества и жилья. «Великая война коснулась всех. Тяжким бременем она легла на плечи как мужчин, так и женщин. Большинство так и не смогло приспособиться к мирной жизни. Многие остались искалеченными. Часть покончили с собой или сошли с ума». Друзья, на этом всё. Это был третий параграф за 10 класс. Увидимся в следующих видосах.